Коллекционную продукцию знаменитая бобруйская типография выпускает уже давно и знает в этом толк. Когда поступил очередной заказ от Белпочты об изготовлении марки Союзного государства, коллектив предприятий дружно взялся за работу. Процесс создания таких марок довольно трудоёмкий. Начинается с макета и цифровой обработки. Учесть нужно всё до мелочей, чтобы на выходе получить качественный продукт. У нас каждая марка проходит цветопробу. Мы заказ один, два, ну три экземпляра отправляем на утверждение из датмарки. Когда она утверждает и говорит, что всё хорошо, окей, мы запускаем печать в тираж. Печатник Александр Хороневич за время работы в типографии наштамповал сотни тысяч наклеек. В создании марки Союзного государства он также принимал непосредственное участие. Всё происходило на этой печатной машине ГТО-52 немецкого производства. Мужчина рассказывает, вначале по чистой бумаге наносится невидимое изображение. Защитный знак, который можно увидеть под специальной лампой. А затем лист покрывается цветными красками. На каждую секцию вот такие пластины. Краска накатывается только на тёмные места. А эти пробельные, там краска и вода на каждой секции. Вода смывает с пробельных элементов краску, а краска берётся только на эти. И передаётся под давлением на бумагу. К слову, такая марка с изображением гербов Беларуси и России вышла в количестве 20 тысяч экземпляров. Кстати, в копилке типографии есть также марки с гербами разных стран СНГ. Такие вещи для филателистов – просто находка. Недаром именно среди них и пользуются большим спросом эта коллекционная продукция. Она войдёт уже в историю, она войдёт как бы в обращение между коллекционерами, между теми же издательскими центрами. По-видимому, разойдётся по посольствам и так далее. После гашения эксклюзивная марка бобруйского производства войдёт в оборот и станет ещё одним символом единства братских стран. Людмила Любинцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.